Девочки, всем привет! Меня зовут Марина. В этом видео я решила поснимать для вас влог. Дело в том, что мы сейчас идем гулять на улицу. У нас наконец-то... Ну, не наконец-то, в общем-то, у нас хорошая погода в Питере. Снег, и мы сейчас всей-сей-сей семьей идем гулять. Как раз мы вчера купили коляску, нам привезли, и хотим выгулить ее, посмотреть, как же она будет ездить. Очень мне интересно, любопытно. Так что сейчас мы собираемся и идем на улицу дышать свежий. Ну, кто там спит? Вот, вышли на улицу, гуляем. Там вот бабушка с Настенкой бегает, а маленькая спит. Перчатки лежат, а вот, дети. Друзья, коляску на самом деле очень мне понравилась. Она действительно удобная, легкая. И самое главное, у меня под цвет пальто подошло. Видите, такой снег идет, прям мокрый. Как бы объектив не испортить. Настенка! Гуляем на улице. Сколько у нас градусов? Минус три где-то. Минус три. Снежок идет. Вот, в общем-то, наша новая колясочка. И мой, кстати, аутфит. Зимние боты, ботинки такие, джинсы и новая пальтишка моя. Доброе утро, страна. Мы проснулись. Настюх, ты проснулась? Просыпаемся потихонечку. Снимаю второй день сегодня. Вчера я больше ничего не получила с меня поснимать, поэтому решила сегодня продолжить. У меня, кстати, чайник там шумит. Надеюсь, вас... Надеюсь, вы меня слышите. Вот, муж идет с гулянки с Катюхой. Чего, проснулась? Ну так, кряхтит. Кряхтит. Проголодалась, наверное, уже. Приехали с гулянки. Метель пошла. Метель. Спит. Даже раздевать не хочется. Так сладко спит. Сейчас мы приехали на вокзал, провожаем свекровь. Я с Катюшкой осталась в машине, потому что она спит. Не хотела ее с собой нести. Вот муж с Настеной пошли провожать. Я осталась в машине, да? В общем-то, сейчас мы потом поедем к моей маме. Вчера муж получил все документы. На Катюху мы ее зарегистрировали. Получили свидетельство о рождении. И нужно ехать... Сейчас вам дверь закрою. Ой, окно. И сейчас нужно ехать, регистрировать ее в паспортный стол. Прописывать, что тут тесно. С одной стороны Настя, с другой стороны Катюша. Я прям сижу посередине. Мне очень неудобно. И сейчас, наверное, буду перебираться наперед. Вот Катюха у меня вот там спит. Вот. Так что вот такие вот дела. И да, потом мы с мужем... Ну что, это нужно все оформлять, это регистрировать. А это огромные очереди. Моя мама посидит с Настеной и с Катюшкой. Я вот вспоминаю, когда я Настену регистрировала в паспортном столе. Это просто какой-то кошмар. Очень много людей. Очень много народу. И мама мне звонила и говорит, Марина, она уже кушать хочет. Бегом домой. Эта очередь никто же не пропустит. А ребенка с собой туда брать, тоже его там мучить в духоте. Ну, сами понимаете. Поэтому не знаю, как сейчас там получится. У нас зарегистрировать не получится с первого раза. Вот. Что-то там Катюшка у меня просыпается. Уже спит. Мы долго едем уже часа, наверное. Ну, час мы едем, да, где-то. Она уже, наверное, хочет кушать. Да, все, свекровь у нас уезжает. На самом деле, большое ей спасибо. Она очень нам помогла. Я когда в роддоме лежала, она с Настеной занималась, да. Потому что я даже не могла представить, если бы она не приехала, как муж бы с Настеной. Он даже кушать и готовить не умеет толком. Ну, я имею в виду такую вот кашу, супы, да. Вот он такого не умеет готовить. Поэтому она, конечно, нам очень сильно помогла. Спасибо ей огромное за это. И с Настенкой она занималась, и все. И, ну, в общем, сами понимаете. Вот. Поэтому она вот и уезжает. У мужа, кстати, сейчас отпуск. Где-то еще полторы недельки. Я потом на работу, и я буду одна с двумя детьми. Даже боюсь представить, как это будет все это дело выглядеть. Ну, справимся, да. Кто-то мне тут в Инстаграме написал, что вот, Марина, ты рожаешь. Только для того, чтобы не работать. Какая я лентяйка, вы представляете? Мне кажется, такой может написать только девушка, у которых нет детей. Сейчас вот Катюшка маленькая, она спит много, да, хорошо спит. Но бывает такое, что ее на руках носишь, и элементарно даже зубы не почистить, потому что ты ее только кладешь, она начинает плакать, да. Ну, то есть такие моменты какие-то, и я вообще не понимаю, когда девушки пишут такой бред. «Марина, ты там нарожала детей только для того, чтобы сидеть дома на шее у мужа и нифига не делать в этой жизни». Так что меня, конечно, этот комментарий размешило, я нисколько не обиделась. Там, конечно, девчонки тоже все повозмущались. Это я в Инстаграме мне написала, не знаю, девушка или парень, не знаю, кто это вообще написал. Ну, забавно, забавно читать такие комментарии. Я думаю, все мамочки знают, каково это сидеть дома. Не то, что с двумя детьми, да с одним ребенком тяжело сидеть, а с двумя так это вдвойне, да, тяжелее. Плюс еще муж. У меня муж – это третий ребенок, если честно. Ладненько. Настя, ты что смотришь? Так, это торшер у нас. Куплен он в Икее, да? Мам, за сколько ты его купила? Тасячу девятьсот тысяч. Ну, короче, около двух тысяч. Мне кажется, очень красиво смотрится. Так, стол с гирляндой. Так, вот такой вот красивый стол. Мне кажется, я тоже очень симпатично вписался в интерьер кухни. Там снизу еще полочка. И маму-то гирляндой положила. Вот так вот смотрится. Симпатично. Так, а стол где мы купили? В мебельном континенте, по-моему, да, ты покупала? Да, на Варшавской. На Варшавской, да. Стуль в Икее. А, да, стулья в Икее. Вот стул один. Очень удобный и с этим. Как это называется? С мягкой подушечкой отдельно, да. Под стилочкой. Под стилочкой. Да. А что ты показываешь? Я же кухню показывала. А, еще вот одна покупочка. Это было как у меня на кухне. Такая вот корзиночка под специи. А специи ты тоже там уже покупала, да? Ой, в смысле, баночки под специи. Вот. Тоже все в Икее. А вот это тоже в Икее? Да. Ой, прикольная штучка такая. Эти в Икее. Ух ты. А это что? Это новинки какие-то? А нет, у меня была наподобие такая фиолетовая. Ага. Это у нас такие силиконовые штучки. Ну, как прихваточки. Очень классно смотрится. Это в обе. А, что в обе. А, а это что у нас там? Просто для красоты, да? Овощи, да. Типа овощи. Ой, прикольная в обе. Ой, классно смотрится так. Интерьер. Симпатичный. А, а там у нас горошек, что ли? Фасоль. А, фасоль. Маколка и перец. Ой, классно. Вот такая вот покупочка была. Это такие вот на стол. Очень симпатичные, как раз под цвет кухни. Очень подходит. И даже тарелка сейчас подходит. Все прям такое... Все у нас подходит. Все у нас бирюзовое. Сине-зеленое-бирюзовое. Так. И Настя подходит, да, Настя? Все. Кушаем. И смотрим биатлон, как всегда. Вот эта кухня. Вот эта кастрюлька, которую я маме подарила. Очень симпатичная такая. С такой ручкой. Необычная. Вот. И что такие покупочки? Девчонки приехали, и мы домой. В общем-то, не получилось у нас ничего зарегистрировать. Ничего, никого. Вот, кричим. Не получилось у меня Катюху зарегистрировать, потому что мы забыли взять свидетельство о браке. Да. Бывает и такое. И поэтому у нас не зарегистрировали. Вот. Катюха там капризничает. Сейчас пойду ее отдам мужу. Все. Отдала Катюху мужу. Да. Настя, но мы оставили у бабушки, у моей мамы. С ночевкой. Так как мы хотим завтра поехать опять туда же. И взять уже все документы. Мы же свидетельство о браке. И форму 9, как я поняла, мужу надо вроде бы, а вроде бы и не надо. Короче, не поняла. Но завтра, в общем-то, возьмем, если что, форму 9. Хотя не знаю зачем. И самое главное, что сейчас вне очереди новорожденных регистрируют. Очень круто. И сейчас я буду жарить блинчики. Кстати, очень вкусные блинчики. Такие вот я стала покупать. Вот. Реально вкусные. За 5 минут готовится. Это с курицей в сливочном соусе. Это я мужу готовлю. Вот. А еще хочу вам показать сережки, которые мне на Новый год подарил муж. Так вот выглядит. Очень, кстати, многие девочки отписали, что у них такие же сережки, только с голубым камушком. Вот. Так что, мне кажется, очень красиво смотрятся на ушки. Так, чтобы вам еще рассказать и показать, я вот покажу Шельку. Которая тут ходит. Бродит. Да, ждала нас. Каждый раз, как я показываю Шельку, спрашивают, какая же порода и окрас. Девочки, порода шотландская, окрас, не знаю, честно. Да, и кормим мы роялка Нином. Сейчас я вам покажу упаковку. Вот. Вот так вот выглядит корм. Кому интересно. Весного аппетита. Кromей. Спасибо.